Сюрприз для тех, кто направляется в США. В скором времени они могут столкнуться с серьезными нововведениями. Что именно изменится и почему в Штатах закручивают гайки? Дмитрий Новченко узнавал все детали. В залах ожидания американских аэропортов уже Wi-Fi не выдерживает нагрузки. Так много у пассажиров электроники. Бумажные книги остались в прошлом веке. Чтобы скоротать время между рейсами, все прилипают к экранам. Работают, смотрят фильмы, проверяют почту и расписание. Ноутбук или планшет, крохотные иридеры, модные нынче электронные книги. Все это мы с вами традиционно брали с собой на борт. Брали вручную кладь, отправляясь куда-то в путешествие. Ну как же без любимых гаджетов обойтись. Но сейчас американские аэропорты готовятся к переменам. И перемены эти очень серьезно ударят по пассажирам. Пресса выведала то, что пока что было скорее исключением. Собираются повсеместно ввести на любых рейсах, следующих в Соединенные Штаты и заграницы. Полный бан на все, что крупнее мобильного телефона. Любую электронику на борт проносить не дадут. Заставят давать багаж. В тестовом режиме это правило уже сейчас работает. Для тех, чьи рейсы вылетают из нескольких мусульманских стран. И остальные пассажиры, начитавшись отзывов, уже сейчас переживают. Конечно, очень неудобно. Но ведь мы ничего не способны изменить. Просто возмутительно, что служба транспортной безопасности опять себе позволяет со всеми этими ограничениями. Во время рейса вся эта электроника мне для работы нужна. Я пока лечу, столько сделать успеваю. Кошмар. Опасения еще и за сохранность дорогой техники. Ведь не секрет, что грузчики во многих аэропортах промышляют кражами. А электронику, хочешь не хочешь, придется в чемодан прятать и в багаж сдавать, если в гейтах не организуют пункты приема. Настолько масштабных ограничений не планировали со времени, когда в самолетах вдруг жидкости провозить запретили. И весь мир на авиаконтроле послушно выбрасывает все, что больше 100 миллилитров. В пресловутой ТСА, американской транспортной администрации, причины запрета комментировать отказываются. Отказываются категорически. Однако журналисты выяснили из неофициальных источников, что была анонимная информация. Якобы на одном из рейсов, который будет направляться в Соединенные Штаты, может произойти теракт. С использованием как раз бытовой техники. Вот поэтому американцы и пошли на все запреты. Банная электронику требует от авиакомпаний таких усилий, что дату введения новшеств и официально не анонсируют, и неформально пока раз за разом переносят. Предварительно американская пресса пишет как раз о начале мая, как о возможном дедлайне. Мол, не исключено, что эти майские чуть ли не последняя возможность посмотреть любимый фильм на ноутбуке во время длинного перелета. И надежда только на тихий бунт авиакомпаний. Нам ведь это грозит только неудобствами, а им серьезными убытками. К примеру, Эмирейтс, которую ограничения уже коснулись, в мае вдвое сокращает рейсы в Соединенные Штаты. Люди просто летать не хотят. Спрос на билеты падает. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.